План на трехлетку в мэрии состоялись публичные слушания по проекту городского бюджета до 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. 24 октября проект был размещен в одной из газет, а также на сайте городской администрации. Участникам публичных слушаний в соответствии с вышеуказанным постановлением главы города Иваново представлялся срок для подачи вопросов и предложений по теме публичных слушаний до 1 ноября 2017 года. В указанный срок вопросов и предложений по тематике в письменной форме не поступило. При формировании бюджета учитывали основные направления бюджетной и налоговой политики на ближайшие три года. Стоит отметить, что после официальной публикации проект был скорректирован в соответствии с уточнениями прогнозов социально-экономического развития города. На 2018 год объем налоговых и неналоговых доходов составляет 3 миллиарда 235 миллионов рублей. То есть с ростом к прогнозу текущего года на 3,1%. Доля налоговых доходов в объеме прогнозируемых, ну как бы собственных доходов в 2018 году составляет 84%. Беспокоит экономистов непрерывное снижение объемов дотаций, а также долговая нагрузка на город – более 2 миллиардов рублей. При этом бюджет удалось сбалансировать. Средства планомерно рассчитаны на благоустройство, транспорт, культуру, градостроительство, спорт и молодежную политику. Особое внимание в грядущую трехлетку уделят социально значимым объектам. Смогли быть найдены деньги на сохранение и постепенное вовлечение в нашу социальную жизнь. Это таких объектов, как ДК «Меланджест» и спорткомплекс «Автокранов». Ну и развитие, по сути дела, создание вновь таких важных учреждений, например, в сфере образования, как учреждение дополнительного образования «Новация». Дополнительно предусмотрены средства на повышение зарплат бюджетников. Из проблем пока не удается найти средства на приобретение троллейбусов для МУП и ПТ. Также возникают сложности с капитальным ремонтом зданий соцсферы и расселением из аварийного фонда. Каждый дом в среднем порядка 20 миллионов рублей времени на бюджет дополнительно. И несмотря на то, что мы предусмотрели вместе с компенсацией за поддаем жилья средства порядка на трехлетку 180 миллионов рублей, все равно у нас немного, но есть ряд домов, которые уходят уже за горизонт этой трехлетки. Теперь проект бюджета с поправками отправится на обсуждение в Ивановскую городскую думу. А в ближайшее время его разместят в упрощенном виде на сайте городской администрации с основными положениями и прогнозами. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иванова.